Меропрятия по задержанию, выявлению лиц, употребляющих и занимающихся распространением наркотических средств продолжаются. Так, на днях сотрудники криминальной милиции изъяли 490 капсул лекарственного препарата габапентин и 60 капсул катеном. Сильнодействующие психотропные препараты были обнаружены в ходе оперативно-розыскного меропрятия в одной из аптек на проспекте Алана Джуэва. Также стражи порядка в результате отработки оперативной информации остановили на улице Советская автомобиль 38-летнего жителя столицы. В его машине было обнаружено 146 капсул лекарственного препарата катена. Их направили на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД. Подтвердилось, что капсулы обоих препаратов содержат в своем составе более 200 граммов вещества габапентин. МИДХУТАКТИ МИНСТРАДИ КУСТИ САЙРАК ФАДИЗДАХАНТАИИИУУ НАРКОТИКУМ БАРАДДИ НИХМАТУ ХАХАМХАЗ. ВЕДАМСВАЙ САРЛАВАК СВАРТА КРИМИНАЛУ МИЛИЦИЙ ГОРАТАМАРАЙУНТИ МИДХУТАКТИ УПРАВЛЕНИТАН МИЛИЦИЙ КУРШИТА АСФАДИЧИ РАВДИСТОЙ ВЕРСАК ФАСНИВЧИТА ДУВЕ ИМКОДМА, ОПЕРАТИВАМ КУШИТА АРХАЙДАЙ, КОНЕГРСЫТСЕДЭКОЙ ХАДИВЗЕРГ, ГАНЫКУТЭРА, АДМИНСРАТИВУМ И УГОЛОВУМ БАРЗИНОТМА, КОНДЕРСЫТССЯЛДЕРАДАЙ МАЧИ, Наркотиклубаратасы, ЗАЯГОЙТИ СУДУМ КУРТИБАЦИКЕННЫТАХАЙ. Между тем, в республике действует закон, запрещающий свободный оборот препарата габапентин, так как выявлены случаи его употребления в целях наркотического опьянения. Габапентин – это противосудорожное средство, но кроме противосудорожного средства он обладает еще хорошим обезболивающим действием и при затяжных нейропатических болях он хорошо снимает болевой синдром. Дальше вот при синдроме беспокойных ног есть такой синдром, который ночью не дает больным спать, он тоже себя хорошо проявляет. Габапентин вызывает эйфорию и привыкание, говорят врачи неврологического отделения. Не назначаем его как противосудорожное средство больным, потому что есть огромное количество других противосудорожных, хорошо изученных средств, хорошо работающих. Тем более габапентин подходит не при всех припадках, только при локальной эпилепсии, то есть при генерализованных судорожных состояниях он не работает, поэтому у нас есть много других препаратов, мы ими пользуемся. Кроме того, сотрудники уголовного розыска Дзалского района в ходе рейдовых мероприятий обнаружили и выкорчевали 8 кустов наркосодержащего растения конопля в лесном массиве недалеко от села Нокау. Рейдовые мероприятия будут продолжены. Все лица, имеющие отношение к распространению наркотических средств, будут привлекаться к административной и уголовной ответственности. Анжела Кокоева, Регина Черткоева, Рауль Кочев. Информационный выпуск сегодня.